Нижники и парисеи, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случается, делайте его сыном Гиенном вдвое худшим вас. Всего две недели назад я говорил на этот стих Рокович, заново стал просматривать и вижу, еще есть недобрал. Я говорил о том, что такое Гиена, кто обходит. А тут есть еще одна сторона. Признаки этого, чтобы нам самим не попасться, они обходят. А если они обходят, они и на нас натыкаются, эти люди. Вот несколько моментов таких. Какие есть ступени, ведущие Гиенну? Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 23 стих. Если войдет к вам неверующий, то не скажет ли, что вы беснуетесь? Вот сегодня в любое пятидесятическое собрание зайдет человек с улицы, харизматы, а это речь идет о сотнях тысяч людей. Любой скажет, вы беснуетесь, они падают, кричат, падают просто. На спину опрокидываются, и может в таком состоянии нескольких часов быть совершенно невменяемый человек. Прыгают, скачут, это все якобы у них в духе цветом. И они говорят, не шли на раздельном, это говорение на иных языках. И апостол Павел говорит, если кто к вам войдет, то не скажет ли, что вы беснуетесь? Конечно, этих слов, если бы не было, ничего бы не потеряли сектанты. Но эти слова есть. А кто это скажет? Ну, это скажут люди неверующие с улицы. Правильно. Ну, а то если бы там была проповедь пророчица, он бы сказал, истинно, с вами Бог. А вот неверующие к этим словам, что беснуетесь, то вы подтолкнули. А если туда подтолкнули, и не тем путем идет человек, а две половины только есть, тьма и свет. Есть неправда и правда, есть небо и от середины, да нигде нет. Это католики выдумали чистилище, что душа умирает, не готовая, там она мучается, постепенно за нее молятся, за упокой. Да, но и у нас почти то же самое. Видение, сновидение, кто-то в аду мучился, а потом видит из огня вылет, рядом там уже вода, он напился. Библия не дает никакого намека на то, что неверующий может изменить свою посмертную участь. Ни одного. Между нами и вами учреждена великая пропасть, так что отсюда к вам не переходите, а отсюда к нам не могут. То есть хотели бы, но этого нет. Всем нам надлежит предстать на судилище Христово, всем, дабы получить соответственно тому, что ты делал, живя в тере, доброе или худое. 2 Коринфянам 5.10. Не то, что за тебя сделают милостыню, подадут, как у нас это принято. Мы не отрицаем милостыню, но это только за верующих. За верующих. И то, так все это неопределенно. Первая книга, царь, вторая глава, 24 стих. У священника, патриарха тогдашнего первосвященника Ильи выросли такие дети, что, хоть, говорит, святых и выноси, спали с женщинами при храме, жертву отбирали, ему, говорит, подожди, я принесу, отойди, отталкиваю, а то отберу, вилкой лес, брал мясо, какое ему нравилось. И отец все это слышал, а мер не принимал. И говорил, вы развращаете народ Господень. А кто развращает народ, это куда? А они море и сушу, может быть, эти самые люди обходят. А это священнослужители. Вы развращаете народ Господень. Чем? Всем прощает, с улицы любой приходит, любой причащается. Какое развращение? Ничего не надо говорить. Ничего Боге не знает. Крещение приняли, мы считаем, за один год 10 тысяч человек. Здесь местная епархия, Алтайская. Я спрошу, покажите одного. Они никого не могут показать. Они никого не знают. Да и крещения-то никакого не было, мокрые ладошки по голове. Я говорю, мы от трех до пяти лет готовим даже. А если он много знал, все равно время идет. Венчайли 400 пар. Ни одной не знают. Ни одной. Вот это и есть сыны Гиенны. То есть, определенно люди ничего не знают, и их толкнули. Вы развращаете народ Господень. Кто бы он ни был, ну разве мы не знаем, что исповедуется президент. Ну это вообще даже и думать нельзя было об этом. А он по канонам должен стоять только за дверями. И он в Идеев семисвечник зажигает, показывает фото. До этого умер, который первый президент. Рисуется. А в фотографии он стоит с ведьмой рядом, и она ему орден дает Джуна. Его в храм нельзя было пускать даже. Нет, по полному чину императора хоронят, и патриарши, посланники там, митрополиты. Вот так море сушу и обходят. Это все ступени, ведущие в преисподние места. Плохо, когда люди приходят к истине и не делают салучки. Ничто так не дискредитирует веру. Если ты обратился к Богу, то домашние должны это заметить. Чтобы не было такое. Ну я понимаю, что человек, если тот другой веры, а ты от них отошел, то он будет говорить и неправду. И все-таки, если ты пришел уже к истине, то покажи. Если ты женщина, полное смирение, послушание, кротость, любовь, основные качества, женственность. Это обязательно будет оценено, ну не через день, не через год, а может быть позже, а может быть после смерти. А не так, я знаю, и начинаю дерзко себя вести. Мне приходилось быть в разных собраниях. Однажды у отделенных были, у баптистов, а они более гонимы, притесняемы были. Но один к одному, прямо сплотную и стоять негде. Подходит руководитель, а у них строгий порядок был. Он накрывает порточку. Рядом их же член женщина стоит и тут же сразу закрыла. А может зачем закрывать? И дышать-то совсем нечем. Тем более дальше. Я простыну. Ну отойди в сторонку, там мне здесь удобно стоять. А мы стоим рядом здесь. Мы посторонние пришли. Он снова открывает. Ну он сильнее мужчина. Он бы ее просто отвел или вытолкнул, ничего нет. Он опустил голову и вышел и отошел в сторону. А она настояла при всем народе и она ни одним мускулом не дрогнула. А мы знаем, как это нехорошо. Мы посторонние, мы этих людей уважаем. Пришли и видим, что братья правы. Он заботится о ком-то, а ты только об одном. А почему? А я около дверей всегда в православном храме стоял и это знаю. Я стараюсь как для людей лучше сделать. А ты никому не говори. На сайте Александра подошел. Меня отдало тебе вместе с ними уже. Это и понятно. То есть если ты пошел уже на этот путь, то только веди кверху. Никак не книзу. А без послушания ничего не будет. Второе послание Петра 2.21. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познавши обратиться от преданной им святой заповеди. Лучше бы не познать, лучше бы не обратиться. А то бывает так, что скажут, пока был неверующий, говорит, был лучше. Я и такие слова слышал. Неверующий был, он говорит, более спокойный был, и можно было. А сейчас, говорит, такая дерзость, так разговаривать, это позор. Дерзость, это все пути в Диенну. Ни один дерзкий в небо не войдет. Дерзость, мать всех пороков. Постоянно повторяю. Дерзость приведет за собой все остальные пороки. Это непослушание, поношение, осуждение, самовольство. Это все за дерзостью идет. Когда дерзко отвечают, а ты за собой смотри. А написано, всякому, кто требует у вас отчета вашим упованием, дать ответ скротости и благоговением. Хоть сто раз на один спросят, ты что веришь? Да, я верю в Господа нашего Иисуса Христа, умершего за меня на Голгофском кресте. Он пройдет за меня свою святую кровь. Ты знаешь, он спрашивает, знает это. А ты радуешься еще раз повторить и рассказать. Понимаешь, завученный урок, это проявление любви к Богу. Послание к филиппийцам 1.10. Чтобы мы, обратившись ко Христу, познавая лучшее, были чисты и непреткновенны. Вот эти ступени ведут на небо. А если преткновение, ступени ведут в ад. Кого мы обращаем и не научаем к ротости, это делаем сынами гиенны. Книга Амос 4.5. Вы приносите в жертву благодарение квасное. Вы это любите. Зато дам вам голые зубы. Но вы и тогда не обратитесь. Квасное обозначает греховное. Вы это любите. Приносите в жертву, а все это с примесью греха. Сегодня не разбирает церковь, принимает пожертвования. А в церкви должно разбираться, как нажиты эти деньги. Написано, сыну блудеса и пса не вноси в церковь. Не вноси даже. В это что-то еще должно было войти. Те, которые жертвовали, сразу спросить, как ты добыл эти деньги. Я вам рассказывал, как ко мне на работу пришел человек с аквайажем денег. Я много о вас слышал и решил вам помочь. Мы решили, храм построить можно было. Я говорю, сядь, давай рассудим, как ты деньги получил. А я вот так, так и рассказываю. А у тебя там были такие товары? Это были. Ну, порнографические. Мы принять не можем. Это все. Да как так, я же даром даю. Не могу взять. Это на храм. Ты хочешь, я возьму детям, где много ребятишек раздать. Нет, я только на храм хочу. На храм взять не могу. Я встречался с этой ситуацией. Мы отказались. У нас храм просто обыкновенный дом. Думаю, а я мог построить храм настоящий. И человек решил, здесь он построить храм. И не исчез. Кого тащит из меня. И он расстался. Я не рублял, у него не мог взять. Вот и все. У него многопропильная работа. И магазин книжной продавал нехорошую продукцию. Он его уже запачкан грехом. Вопреки западе. Я знаю, путного ничего не будет. Потому что от сынов Диенны Бог ничего не принимает. В послании к Галатам. Четвертая глава, девятый стих. Получив познание от Бога, для чего вы возвращаетесь к немощным началам. Делайтесь более злыми. Вот такой был миссионер, Спиридон. Он трудился в Щетинской тюрьме. В книге у меня там от него будут выдержки. Кисляков. Он приходит к бурятам. Тот хороший. Принимает все. Мулы сидят. Эти, сказать, не мулы у них эти. Ламы. Все выслушали. Народ-то хороший. Им на того понравилось. И он говорит, а что ж тебе бы крещение-то не принять? Он говорит, а зачем? Коней я не воровал. Женение изменял. Мне зачем крещение-то? А почему ты говоришь? Да как кто у вас крещение-то принимает? Посмотрите. Которых завтра под суд отдавать? Вы же как сказали? А если вы христианство принимаете, под суд не идет. К вам такие и идут. А тот говорит, вот пока вашей железной дороги не было, мы думали, когда будете проводить железную дорогу, мы-то темные здесь. Будет у нас электричество, культура к нам придет. А сейчас дети нас не слушаются. Женщины болеют непонятными болезнями. Вы научили наших детей пьянствовать. Вы проповедуете о Христе, а у вас рог в крови. Вот это вы с сынами едины нас сделали, наши нации развратили. Это прямо к этому относится. Мы должны сказать, где появилась проповедь Христова, жизнь обновляется, делается светом, радостью. Так ли это? Северные народы не спаивали вином? За пушлину что давали? Посмотрите, даже фильм «Ермак» показывает. С чего научили? С чего эти народы по простоте языческой, тунгусы, они были более нравственны, чем те, которые к ним пришли. А пришли со сименем Христа. Понятно, во имя Магомета там можно убивать. Но наше-то учение почему считается нежизненное? Потому что те страны, они живут точно, выполняя по своему закону все. У него написано так, он и так и поступает. Его нельзя сказать, что он нарушитель Корана. А у нас-то все время напротив делают. Государственные деятели верят в Бога, верят в Бога, воюют, убивают. Все точно так же, как язычники делают. И говорит, Евангелие нежизненное. То есть оно невыполнимое. Невыполнимое это зависит от нас. Мы их обращаем к Богу, а они остаются святам же в мире, и делаются еще хуже, вдвое хуже. Второе послание Петра 2.21. Лучше бы не познать им пути из правды, нежели возвратиться от преданной заповеди. Куда? Как свиньи. Галатам 4.2. Получив познание от Бога, значит, где еще возвращаетесь туда, чтобы никогда не возвращались. Послание Иаков 5.20. И пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу его от смерти. Я вам сказал, что храм напоминает, как шатер Авраамов, когда было. И там не только центральный столб, но и другие. Что ведет в ад? Неправда, неправая вера, нелюбовь, непослушание, нарушение заповедей. Это все те нарушения, которые делают сынами гиенны. Не просто уверовать, а мы должны сразу комплексно все это иметь в виду. Человеком, который обращается к Богу, не просто говорить, какой ты есть, вот обратился, такой ты приди ко Христу, в момент покаяния такой, а дальше решительно, сразу в один день надо меняться. Сразу же. Притом у нас невыполнимого практически ничего нет. Если твоя работа не соответствует званию христианина, ты даже не рассуждай, в этот же день оставь ее. Если видишь, что у них законный брак, расторгни в один день. Этого бояться не надо. Неемия и Седрый произвели развод во всей стране. Все взяли под клятву и все растрясли, и народ обновился. Если видишь, что это не так, обратился к Богу, а отношение свое в отношении людей, близких, государственных органов, все надо изменить. Исаи 55.7 Да обратится к Господу беззаконник. Вот чтобы ему не быть сыном Гиены, мы сразу ему должны это и говорить. Осия 5.4 Дела их не допускает обратиться к Богу, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали. Приходит священник в тюрьму. Он сходил, я не знаю, сколько всего раз там был. 724 человека крестил. Понимаете, 724, это какой труд апостольский. Я встречаюсь с этими людьми, ни один не исправился. Я 10 лет хожу по камерам, тружусь, и ни одного не обратил. Только начальство подмечает, мягшие нравы стали, не захвата заложников, ничего нет. Почему? Это огромный труд. Он не хочет бросить даже курить. А священник ничего не спрашивает. Ты хочешь крестить, а даром крестик тебе дам, как маленькому ребенку конфетку. А ему лишь бы из камеры, как говорят, выломиться. И он ладошкой мокрой по голове, все-таки крещен, подарил крестик. Тот вернулся с крестика, мало того, еще и крестик этот продать может кому-нибудь. Обман! До этого человека мучила совесть, а теперь я уже христианин, а он остался. Это сын Игиенны. Это относится в первую очередь к нам, сынам Игиенны. Осия 7.10 И гордость Израиля унижена будет. При всем том, они не обратятся к Господу и не взыскали его, говорит Господь. Я отношу в первую очередь это к нам. Какие казни претерпела Россия, а Господа так и не взыскали? В первую очередь взыскали храмы, мощи, крестные ходы, вот этими традициями. Традиция семейная, традиция государственная, традиция... Одни-одни традиции. А традиция это смерть всякого продвижения вперед. Христу места там нет. А почему так занаряжено? Я так и делаю. Осия 14.2 А обратись ты к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Значит, падение в Игиенну связано с грехом и с нечестием. И если мы людям проповедуем, то в первую очередь сразу же должен отстать. Сразу. Не завтра. Сегодня батюшки любвистые, я знаю, сектанты проповедуют. Это ничего, это не важно. Входят они в штанах, женский урод. Это не важно. Краситься, это не важно. Он должен сразу на подходе все это уничтожить. Курил табак выбросит навсегда. С прежним порвать. Незаконные связи, где он стоял, в какой компании. Оттуда выйти и при том сразу. И ты увидишь, что из тысячи человек может один только останется. И где, говорят, многих крестят, приходят. Я имел возможность с этими людьми встречаться. Это только за счет принижения планки. Планка низкая, никаких требований нет. Ну и любой там может проходить. Только подними руку, как в Германии. Поднял руку. Кто желает покаяться? Руку подняли, все. Не дай рассказывать, когда из России стали выезжать немцы, приезжали. Ну, уезжали, это не православные, а баптисты в основном. Так те немцы, говорят, их сразу не запускали. Они сначала, говорят, дым собачный выгоняли из молитвенного дома, а потом русские запускали. Русские приехали более твердые, крепкие. Я говорю, не может быть. Как не может? Я сейчас оттуда приехал. Немец рассказывает. Даже не встают. Поднимите руку. Сидя, поднял руку, все это считается за покаяние. Не то, что как здесь вот они выйти должны. Вот мы считали, Богащев, как он принес покаяние, но это все так и должно быть. Действительно, сыны Гиенны. Пророк Иоанна, 3 глава, 8 стих. И говорит, что покрыты были в речище люди, и скот, и крепкого пияли, и каждый обратился от злого пути. Вот какие ступени выбраться из Гиенны. Если мы обходим свидетельствами, и человек обращается к Богу, вот возьмите за образец Иона, 3 глава, 8 стих. Притом сегодня сразу, а я посты не соблюдаю, а почему? Начинаешь говорить, причины разные. Ну, четыре причины, как Пиафан Затворник говорит. А причина одна, хочу поступать, как хочу. А вот когда умрешь, и тебя демоны потащат, а ты не хочешь, тогда пойдешь. И причин никаких нет. Для здоровья это полезно. В первую очередь, так всегда было. Тело от Павла говорит, смиряю, порабощаю тело мое. Я неоднократно беседовал с сектантами, вплоть до пресвитера. Я говорю, скажите, вы этот стих признаете? Ну как, он же в Библии. Я смиряю, порабощаю тело мое. Ну как? Ну, я вот пил, не пью. Порабощаю. А ты ему послабление дал-то. Он теперь более здоровый. Я порабощаю. Ты не понимаешь, что в этом? Я его рабом делаю. Тело мое. Ну вот у нас никто не... Он не понимает даже этого слова. Я его порабощаю. Ты попробуй один раз порабощать. А как это можно узнать? Ну, очень просто. Ты встаешь во сколько? Ну, я рано встаю, там в полседьмого. В полпятого вставай. Каждый день. Днем никогда не ложись. А сколько проедаешь? Ну, у меня рубец семьсот восходит. На семьсот рубец сгинь. Ты посмотри, что у тебя будет. Начни порабощать себя. А что у тебя выкроется? На дело Божие. На нуждающихся. На проповедь. На Евангелие. Вот тогда ты увидишь, что такое. Вместо одной щеки, да поставь вторую. И где одно поприще, пройди два. И тогда ты увидишь. Деяние апостолов 26.18. Чтобы вы обратились от тьмы к свету. Вот это путь к небу. От тьмы, то есть от злых дел. От всего, что не славит Бога. Деяние 26.20. Обратившись, чтобы делали дела, достойные покаяния. Если человеку дать сейчас бумагу и сказать, вот у вас покаялись люди, да покаялись. Вы через день проверьте, от чего они отстали. Сделайте дела. Просто напишите на бумагу дела, достойные покаяния. Покаяние было, а в чем оно выражается? Ты не знаешь. Ну, открой Евангелие, там увидишь. Кого обидел? Четверо воздам. Найди, кого обидел. Кому ты не додал. А половина имени это уже не тебе принадлежит. Захей тебе путь показал. Половина я раздам нуждающимся. Ты не знаешь, кому я могу показать тебе. Я обладаю даром вспоможения. То есть сколько ты мне не дай, мне все будет мало. Поверь. Это дар, особый дар. Я знаю свой талант вспоможения. Помогать. А помогать это раздавать готовые собранные деньги. Я знаю куда. На библейское общество. На переводчиков, которые с нами уже сошлись. Притом переводят, говорят, и там еще на несколько языков. Буряты, тувинцы, морзю, там какие-то. Первое, фестолоникицам 1.9. Чтобы люди знают, как вы обратились от света. Обратились от идолов к свету, чтобы служить Богу истинному. Вера эта будет известна и для других. И тогда люди будут обращаться. Апостол Бак Павел пишет к фестолоникицам, это город, портовый Солунь, и вера о вас пошла очень далеко. Не просто я уверовал. Я обратился и остался тот же самый. Я говорю, недавно мне звонит человек, долго разговаривает из Америки. И рассказывает о том, ну он баптист, не православный, но очень хорошо к нам относится. И к нам с Украины приехали. И вот он понял, талант строителей. Он решил нанять отдельное село цыганское. И он там проповедовал, он говорил, и обратилось. Там чуть не все село цыганское стало баптистами. Я прослушал до конца и говорю, знаешь, я не верю в это. Чтобы цыгане обратились. А дела покаяния какие? Ворожить они бросили. Воровать они бросили. И он не стал не защищать. Он говорит, знаешь, я только не говорил. Но когда он мне разговаривал, говорил про это, я тоже сомневался, может ли. Я говорю, я с ними встречался. Ко мне здесь на работу привели местное баптисты. И говорят, вот бывший батюшка, и вот он цыган. Но сначала они не привели, а только рассказали. Говорит, пожалуйста, приведите, я посмотрю на него. Ну я ему несколько вопросов задал. Привели прямо на работу. Я говорю, скажите, второй возраст мало их тени никакой. Он писание-то знает, а возраст-то не знает. Он говорит, быстро ты меня раскусил. Я сразу позвонил в милицию, и его добрали. Я пошел вместе с ним в милицию. А кто главный-то был, кто привел баптист меня им, ну старался принять, и сказать, видишь, а он бывший священник, православный, к нам пришел. Он прямо в милиции начал сквернословить. Никакого Бога я не признаю. Я говорю, позвольте трубку этому. С тем человеком соединился, с одним из баптистов. Я говорю, послушай, пожалуйста, ты руководитель у них, как ты можешь не проверять и не смотреть? Это сыны гиены. Неужели ты его не видел-то? Это он придумывает на меня, я этого не говорил, никакого Бога нет. Он кричит, сидит там в милиции. Вот и все. А он выдал его, приняли, ему собрали деньги. Поэтому, смотрите, дела достойные покаяния, это полное смирение. Это человек с презрением смотрит на свое прошлое. Оно страшное. Я не хочу туда возвращаться ни под каким. Что угодно, только не отсылай меня туда-обратно. В этот каземат. Галатам, 6 глава, 13 стих. Но и сами, обрезывающиеся, не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались. Мне приходится общаться с разными людьми. Вот это обрезание, образно сказать, подверженность, любовь к обрядности. Вот приходят старобрядцы. Они только вот два пальца и больше ничего не видят. Я говорю, вы сами-то закон-то не исполняете. Как ты можешь звать к себе? Ну ладно, человек, по-вашему, стал с одной гупой Иисус стал писать. Два раза, аллилуйя. Все на этом. У вас больше ничего нет. Ты ему расскажи о Христе, о любви Божией. Если он к вам пришел, то у нас были люди, которые туда ушли. Они стали лучше? Нет. Писание из рук выпало. Проповеди никакой? Нет. Они вообще ничего не знают теперь. А были даже люди деятельные, старались, что-то... Даже на благовестие других побуждали. Поэтому, обходя море Иисусу, смотрите, чтобы не делать его сыном Гиенны. Я попытался пройти по этим ступеням, которые сводят с самой глубины ада. Это может быть с нами, с каждым. Если на этот шаг не будем просить благословения и не спрашивать Бога, как делали апостолы. А они так, приходя, свидетельствуют о Христе и ничего больше. Если мы с первого дня начнем людям говорить то, чего в Евангелии нет, этот человек никогда не будет настоящим христианином. Вы понимаете, наша обстановка какая? У нас задача сегодня со священником. И я подумал, ну у нас есть кого. Все-таки все дело в нашем батюшке. Он не очень торопится. Но если батюшки завтра не будет, нам придется очень сильно торопиться. И даже с нарушением, может, чего-то, сроков, рукоположения. После 30 лет, может, надо учить. И как? А сейчас кого-то послать, они заставят там теперь с патриархией связываться. Мы моменты уже упустили. Если там будет человек, то они, зная наше настроение, получив от нас это прошение, скажут, а вы, патриарх, опоминать будете? Мы скажем, нет, не будем. Разворачивайся назад. И все. То есть мы уже пропустили половину поезда. Мы, говорит, в последний вагон пытаемся вскочить. Что нам Бог приготовил, не знаю. Но я знаю, что если мы на них выйдем, они легко из нас могут сделать сыновь гиенны. Чтобы мы приняли все, что у них есть. Да не будет этого с нами. И да помилует нас Господь. Аминь.